На самом деле это большое начинание, большое событие, можно сказать, что произошло с царской семьей, как мы сейчас делаем оценки, какие делаем оценки. Мы по-другому на все это смотрим, и это хорошо, и это правильно, хотя история есть история. Ну, и хочется, конечно, поблагодарить организаторов этой выставки, сказать большое спасибо, потому что на самом деле вы нам с помощью вас по-новому открываете глаза на нашу историю. Спасибо. Практически сто лет была клевета, были различные умолчания, историческая неправда и прочее, делали все, чтобы мы забыли и не знали ничего о Романовых. И, конечно же, сейчас очень трудно отделять пшеницу от плевел, очень трудно отделить клевету от истины. За время правления Николая II в нашей стране население увеличилось на 60 миллионов. За 20 лет его правления Россия выросла на 60 миллионов. За время правления после 17-го периода Россия уменьшилась на десятки миллионов. Вот об этом стоит подумать, смотря на эти фотографии, потому что это наше прошлое, это то, чем мы были. И сравните то, чем мы стали. Когда вы смотрите на эти фотографии, это фотографии, когда русских все уважали и боялись. К Александру Третьему приезжали послы из Европы и спрашивали, можно ли начать войну в Европе. Спрашивали у Александра Третьего. Сейчас, кто у нас еще спрашивает-то? Никто. Вот кем мы были и кем мы стали, как только отвернулись от монархии, от православия, от того, что мы строили тысячу лет. За сто лет мы тысячелетнюю империю за сто лет разграбили, разворовали и, можно сказать, пришли уже совсем к упадку. Ругают императора, но 23 года император управлял империей. 23 года, и при нем Россия была мощнейшим государством. Многие правители кричали о том, что мы, мы хотим, все кто угодно, временное правительство, большевики, все кричали. Что они смогли сделать? Что они смогли сделать? Все начало приходить в упадок. Все, кто так или иначе хотели, благо России, были убиты. Поэтому, вот мы сейчас имеем то, что имеем. Слава Богу, что Господь в последние годы жизни, в последние годы правления Романовых дал таких удивительных царей. Александра Третьего, как правильно батюшка сказал, что когда русский царь ловил рыбу, послы Франции ждали, пока он ее доловит. Вся история, которую мы знаем из советских курсов, вранье, чистое вранье. Поэтому не верьте, пожалуйста, той пропаганде, которую вам навязывают по телевидению. Это все вранье. Реально, то есть подделок тут быть не может никаких. Вы в этом убеждены, как собиратель этих фотографий, так? Убежден. Это же фотографии мы достаем из... Во-первых, мы их покупаем. Так. Вот видите? Давайте покажем. Последняя покупка, да? Вот, пожалуйста. Вот они, снимки. Мы реально его можем перевернуть и видеть, что это общество Святой Евгении. Это древолюционное, да? Вот мы видим, пожалуйста, портрет Александры Федоровны, Елизавета Федоровна. Вот, пожалуйста, там, да. Вот мы это делаем, хороший сканер и экспонируем. Вот, кстати, император в заключении в Тобольске уже в сентябре 17-го года. Видите, с наследником, что тут? Индюшки, куры. Вот такая фотография могла пройти через много рук. Конечно. Ее могли редактировать и отредактировать. Но только не вот такие. Ну, это что-то портретное даже. Нет, я имею в виду, которые до революционной. Я вот, как тоже фотограф, могу сказать, вот беру вот эту фотографию, любую. Я вам могу туда еще какое-нибудь лицо там сделать, убрать, добавить. Сейчас, конечно. Все, что угодно. Единственное, как вы можете и напечатать. Но изначально можно проверить, как только по фотобумаге. Ну, это понятно. Нельзя ее при... Вот, как бы, произведение, как переделывать, убирать. Мне кажется, что здесь даже... Спасибо. Спасибо.